Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас пустые баночки Avon и Froshe и другие классные бюджетные находки. Давайте начнем с Avon. Закончилась у меня вот такая вот маска для лица из линейки Avon Care с авокадо. Она заявлена для сухой и очень сухой кожи. Уже в инстаграм на нее девчонки писала отзыв. Маска очень крутая, вот на самом деле замечательная, просто подходит и для жирной, и для комбинированной кожи. Она гелевая, такая светло-зеленого цвета, действительно как авокадо, да? И очень круто увлажняет кожу, выравнивает тон и, знаете, создается такое ощущение, что вот какой-то лифтинг-эффект есть. Потому что после этой маски кожа упругая, подтянутая, ну классно, вот все в ней замечательно. В каталогах она последнее время почему-то не появляется, но как будет, обязательно возьму себе еще в запас. Маска великолепная, по 99 рублей она, по-моему, бывает у нас на акциях. Так, следующий продукт мицеллярный гель, обновленный уже такой розовенький, да, он раньше у нас был голубой. Нутроэффект смягчающий, мицеллярный не гель, мицеллярный скраб для лица. Очищает, отшелушивает для чувствительной кожи, не содержит спирта. Мало у меня действительно любимчиков Вейвон, но вот это тоже один из них, потому что на утреннее применение просто идеально. Здесь, скорее всего, в составе есть ментол, потому что очень крутой охлаждающий эффект. Вот именно на утреннее применение, чтобы кожа пробудилась, изумительно. Очищает прекрасно от ночного крема, да, от каких-то выделений сальных желез. Мне понравилось с утра его применять на ежедневной основе, вообще просто замечательно, девчонки, рекомендую. Особенно для тех, у кого кожа жирная, у кого кожа склонная к высыпаниям, у кого комбинированная кожа, прям вот рекомендую. Этот продукт замечательный. Еще один продукт от Вейвон, которого, к сожалению, больше не будет, но, возможно, его когда-то и вернут, это очищение, матирующий тоник, линейка тоже нутроэффект для комбинированной и жирной кожи. Великолепный тоник, на дне его есть осадок, взбалтываете и протираете лицо. Летом спасалась только им. Когда узнала, что снимают этот продукт, запаслась, и вот последняя баночка у меня уже кончилась, к сожалению. Альтернативы ему нет. Все равно Вейвон. Пробовала брать из линейки Клиар Скин тоже вот этот вот тоник с пудрой для жирной кожи, но там прям спирт, спиртяга. Здесь нет, он более деликатный, действительно очень круто матирует и очищает кожу, особенно вот летом. Это прям был must-have. Закончился вот такой ополаскиватель Colgate Plux. Все равно он у меня на первом месте. Здесь лечебные травы, но мне больше всего нравится зеленый чай. Очень бюджетно их брать в Экспрессе. Гораздо дешевле, 99 рублей были они раньше, чем в других магазинах. В других магазинах на скидках они по 149 рублей. Вот такая огромная бутылка. Дольше всего свежесть во рту остается именно от этих ополаскивателей. В общем, самый-самый любимый. Так, закончилось у меня вот такое вот средство от ГРАС. Как-то подсела на эту марку и закупала вообще все, что видела в магазинах ГРАС, да. Здесь универсальное низкопенное моющее средство. Для полов я его использовала. Можно и протирать с ними поверхность, с этим средством поверхности и вообще, ну, что душе только угодно. Вот такой большой баллон, крайне бюджетно, 100 с чем-то рублей. Магнит косметик, по-моему, брала. Светло-зеленого цвета жидкость была. Изумительно мыть полы. Никаких разводов, все прекрасно, все замечательно. По одушке, здесь такая пробка, как у Фаберлик, да, средство для чистки духовок и плит. В общем, нужно нажать, чтобы открыть. Одушка еле-еле уловимая, знаете, такой зеленой свеженькой травы. Ненавязчивая, когда моешь полы, она совершенно не чувствуется. И действительно, как и написано, это низкопенное средство. Пены особенно сильной от него не было, когда в тазике разводила, да. Понравилось, классное средство и состав здесь хороший, поэтому да. Так, дальше, девчонки, уже показывала вам свою любимую маску, тоже на утреннее применение. Это экспресс-маска освежающая для лица. Именно вот такая вот освежающая, девчонки. Вот как она выглядит, да. Очень крутая, ну просто очень крутая. Девчонки, кто брал по моему совету, прям писали мне положительные отзывы. На утро снимает отеки, у кого бывают после ночи отеки. Прям лицо разглаживается, просыпается, увлажняется. Для любой кожи абсолютно подойдет. Сухую не пересушит, жирную не утяжелит. Кожу даже склонную к высыпаниям, ничего с ней не будет абсолютно. Здесь самый главный эффект в том, что лицо пробуждается, девчонки, оно пробуждается, оно разглаживается. Знаете, бывает еще так, спишь неудобно и где-то прям вот замнется что ли кожа. Ну это только с возрастом появляется такое, когда внутренние отеки есть, да. Вот это все вот убирается с утра вот этой маской, она невероятно крутая. Единственное, что может быть дискомфорт, когда ее наносишь, да. Здесь тоже, по-моему, есть ментол, если я не ошибаюсь, он очень круто охлаждает. Я ее и навеки наношу, и знаете, такая сонная, проснешься, пока чай делаешь, маску эту нанесешь, все, хоп, все, проснулась, готова идти покорять мир. И вот такое как нежжение, девчонки, холодок и пощипывание, да, есть от этой маски, но зато сразу ровный цвет лица, здоровый румянец, все потрясающе. Маска великолепная, очень рекомендую, беру в Ашане ее, есть запас, храню в холодильнике, вообще супер. Так, дальше, девчонки, вот такая крутая маска от Organic Zone, Organic Zone есть на Wildberries, есть на Зоне, по-моему, если я не ошибаюсь, и это довольно бюджетная косметическая марка. Я много уже продуктов от Organic Zone тестировала, и вот эта маска прям просто покорила. Маска для лица, для нормальной кожи освежающая. Здесь потрясающие натуральные составы, она выглядит вот так вот, такая темно-зеленая, знаете, пограничного цвета, она кремовая, и она тоже практически так же работает, как и вот эта вот маска от Агафьи. Она очень круто выравнивает тон, она охлаждает точно так же, ну, Агафьи помощнее как-то, это прям вот такая, знаете, тяжелая артиллерия. Охлаждает, выравнивает, очищает, потому что, знаете, у меня такое ощущение, что здесь в составе есть глина, хотя, по-моему, ее в составе не заявлено. Цвета размая... Ай, да, вот, голубая глина, на основе голубой глины, масло абрикосовой косточки, мать-мачеха, депантенол, алоэ вера, витамин Е, в общем, бергамот. Составы изумительные. Вот этой банки мне хватило надолго, чередовалась Агафьей, тоже на утреннее применение, изумительная маска вообще. Так, не из Ифраше, еще два продукта осталось. Так, это у нас Mineral Life маска от Ви Косметик, девчонки, не помню. Увлажнение, гелевая маска с маслом ши-гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи лица вокруг глаз. Натуральные компоненты 97,7%. Вот такая вот масочка, очень классная. Это минеральное умывание у меня есть из этой же серии, и вот эта вот маска, вот они вдвоем так круто работают. Но минеральное умывание у меня еще есть, а масочка уже закончилась. Гелевая, натуральная, супер, все в ней хорошо. От Леврана, девчонки, вот эти нашумевшие патчи, брала их еще зимой, по-моему. Это патчка, лимитка, Новый год, праздник на всю ночь и на весь день. Автопати они называются, патчи после вечеринки, скажем так. Много очень было на них положительных отзывов, что они очень круто убирают синяки под глазами, отечности, все. Это тот продукт, который выдавил, на пальчик, да, нанес и оставил впитываться. Несмываемые жидкие патчи. И да, действительно, да, я поддерживаю, в принципе, все эти отзывы. Не скажу, что прям если вы так конкретно опухли, у вас все снимется, нет. Но разглаживает, синячки слегка делает посветлее и при пухлости убирает, да. У них еще, в принципе, по-моему, не закончился срок годности, да, еще не закончился. Но все-таки Леврана это натуральная косметика, надо было мне их хранить в холодильнике. Они у меня подпортились, немножко стал какой-то запах странный, поэтому я их выкидываю. Хотя здесь есть еще, наверное, половина баночки продуктов. Это крутой крем-гель для века, который действительно с утра делает взгляд здоровее, убирает припухлости. Поэтому, да, тоже довольно бюджетно можно купить. По-моему, Левран тоже есть на Вайлдберрис, если я не ошибаюсь. Так, дальше осталось и Фраше. И Фраше два вот таких вот продукта покажу. Закончились они у меня. Прислали мне их в подарок за онлайн-заказ. Первый продукт это у нас скрабик, по-моему, с абрикосовой косточкой. Сейчас, девчонки, найду тут наклейки. Отшелушивающий скраб с пудрой косточек абрикоса. Вот так он выглядит. Это довольно деликатный скраб. Там много частичек, но они не травмируют. То есть очень деликатный. Много кремового продукта, достаточно такого питательного, увлажняющего. Даже когда вот наскрабируешься, чувствуется небольшой парниковый эффект. Масел здесь много, наверное, в составе. Но он очень неплохо работает, он очень круто отшелушивает. Кожа после него бархатная. И, в принципе, вот такой вот малышке хватает раз на 10 точно. Нормально. В подарок получить, да, не знаю, за полную стоимость я бы взяла бы вот такую малышку. Навряд ли. Так, и из этой же серии у нас маска для сияния кожи с облепихой. Здесь 30 мл в таких вот баночках. Вот как выглядит масочка. Неплохая, прозрачная она такая была, полупрозрачная гелевая текстура. Увлажняет, чудес никаких не делает, просто хорошее увлажнение, как бы и все. Тоже навряд ли купила бы за деньги. А в подарок пришло, да. Так, аромат один, и фраш я покажу. Один из моих любимых. Это матин бланк. Кто не пробовал, девчонки, прям рекомендую. Я по бланку потом, когда делала заказ, взяла себе полноразмерку вот эту вот в подарок. Изумит, аромат. У него такой вкусный шлейф, интересный. Я даже не могу вам передать. Ну, если интересно, почитайте на сайте Ноты. Очень интересный шлейф. Он и не сладкий, и не свежий. Ну, он уникальный какой-то. Вот ни на что абсолютно не похожий. И притягательный. Вот этот шлейф остается, когда на одежде вообще супер. Я не могу, вот пустой флакончик этот нюхала бы, нюхала постоянно. Вот именно шлейф мне нравится. Не первоначальная нота, а шлейф изумительный. Матин бланк, девчонки. Прям потрясающий. Так, закончилась у меня вот такая вот мицеллярная водичка для снятия макияжа с глаз, для чувствительной кожи. Оды много от этому средства поют девочки, которые пользуются и фроше. Ну да, не пощипывает глаза. Да, снимает достаточно стойкий макияж. Ну, как бы и все. Есть такие мицеллярки и побюджетнее. Вот по тому же самому эффекту для меня мицеллярка, допустим, из Фаберлик Вербена. Она тоже абсолютно не щиплет глазки и изумительно снимает макияж. Поэтому я не скажу, что прям это что-то такое чудесное и прям вау-вау. Но функциям заявленным своим отвечает. Поэтому нормальная мицеллярка. Глаза не щиплет. И больше ничего не могу сказать. За цену, которую, допустим, ее предлагают на сайте, или за полную цену в каталоге, фроше никогда бы не взяла, честно. Так. Вот такой вот гель для ног у меня закончился, девчонки. Для снятия усталости ног. Да, охлаждающий гель для ног. Ничего особенного тоже не могу сказать. За деньги, которые тоже он стоит на сайте и в каталоге, не возьму. Больше нет. Есть охлаждение секунд 15-30 и все. Я не скажу, что он снимает прям усталость ног. И есть какое-то облегчение. У меня после венотоника от Фаберлик облегчение гораздо больше. Здесь просто 30 секундочек у вас будет холодочек. Легкий-легкий, еле уловимый. Хотя запах такой ядрёный, ментоловый выражен, да. Но, не знаю, вообще не вал как-то и не фонтан совсем. И ещё один продукт от Эфраше, девчонки, который закончился, это скраб для кожи головы. Тоже ему многие поют оды. Прям великолепный-великолепный скраб. Ну, не знаю, девчонки. Мне вот скрабом из фикса даже удобнее пользоваться, который с носиком и где мелкие частички. Они хотя бы доходят до кожи головы, да. Потому что мы наносим на пробора с вами, да, когда голову помыли. И массируем потом этим скрабом. Вот где мелкие частички, мне гораздо удобнее. Здесь частички очень крупные. Они прям вот такие вот. И угловатые. Крупные и угловатые. Много кремовой белой консистенции. И немножко вот этих вот угловатых частичек морской соли. Что здесь чудесного, я не знаю, девчонки. Чудес точно нет. Неудобно. Выдавливаешь на руку, распределяешь вроде стараешься по коже головы. Но так как частичек этих мало, и они очень крупные, до кожи головы доходит их мало. А скрабирующий эффект практически никакой. Не знаю. Тоже навряд ли повторю эту покупку. Повторюсь, для меня вот гораздо удобнее скрабы для головы, которые с мелкими частичками. Их много. Там действительно и шлифует, и скрабирует. И вообще замечательно. Поэтому тоже, скорее всего, не повторю. Ну вот и все, мои хорошие. На этом закончились мои пустые баночки. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok